Эй, кожаный мешок, чуть-чуть фабрики не желаешь? Типа, строй большой, туда-сюда, какой смысл строить большой мол? Здесь, в целом, блин, все новые постройки, которые дальше в моле, в ванильном идут, они требуют новые промежуточные материалы, подавать их по лентам, это такое удовольствие. Я абсолютно согласен с Млексари насчет того, что нужно мол делать на дронах, но, блин, чтобы до этих дронов дойти, мне нужно часть производства автоматизировать, и вот отсюда часть производства убрать вот этого, перенести его в одно место. А это я вообще хотел бы разобрать отсюда, потому что это было временное производство, и то, не факт, буду я разбирать или нет, поэтому здесь будет добавлено еще несколько рядов, возможно, трик станков, а этот мол будет доделан, и все, я на это дело пока что забью, а дальше я все это тут буду переделывать на мол, который будет на дронах летать исключительно. Нафига тут подавать миллион лент, мне вообще-то непонятно, и мне непонятно, почему в комментариях вот на этот счет агрессивно как-то высказывания какие-то идут. Ну а вначале о хорошем. Спасибо большое Гонсергу номер один за лампочки для котиков, поэтому поставим сейчас второго кота. Так, второго кота мы поставим где-то рядом на зло врага, а то много кто не любит, что этот котиков размещаю, а я вот буду делать по-своему. Я отлюблю котиков, поэтому котик из лампочек это важная часть колонии, точнее не колония, а фабрики. Колония у нас в другой игре. Так, давайте для начала я уберу турели, поэтому буду тратить эфирное время на всякое никому не нужное, на всякую никому не нужную фигню. Не хочу ругаться здесь. А мне вот эти котики нужны, не знаю, как вам. Без кота и фабрика не та. Так, здесь сделан таким образом, будет у нас второй котик. Дальше можно будет его немножко переделать, у меня сейчас просто бетония нет. И приступим к тому, что я буду все остальное производить. Вообще на самом деле котика я сейчас делаю, потому что мне нужно поставить на крафт... Так, где у меня материалы? Мне сейчас нужно скрафтить подземные и сплитеры, для того, чтобы доделать мой мог. И дальше я буду... Ладно, сейчас я заберу, поставлю на крафт и поясню, чем я хочу заняться. То опять вопросы пойдут в комментариях, типа, вот почему ты с одного на другое метаешься. Стикс, вот ты мне говоришь, что я туда-сюда все забываю. Забываю только потому, что я комментирую в данный момент. А метаюсь, я не метаюсь, у меня вот глобальная задача. Мне не важно, что делать в данный момент. Вот это, вот это или вот это. Я могу туда-сюда бегать и все это за раз делать. Потому что вот эта пачка задач в туду-листе, она должна быть сразу выполнена. И только после этого я оформлю новую пачку задач. Поэтому пофигу мне то, что я туда-сюда бегаю. Как бы это со стороны не казалось хаотичным, каким-то и непонятным. 20, 25, 30, 25, 40. Вот так вот. Железные пластины сейчас соберем. Так что это не то, что какой-то хаос, как кому-то кажется со стороны. Для меня это все как бы нормальный стандарт. И если бы в данном случае у меня присутствовали фиксики какие-то, или дело происходило на сервере, то я бы вполне между всеми нами распределил бы вот эти задачи. И это бы все делалось параллельно. Но я тут один, бегаю. Соответственно, я задачи эти распараллелить не могу. Поэтому сам туда-сюда периодически метаюсь. Я просто хочу донести свою позицию, чтобы не было вот этих вот непоняток, непонятных высказываний. Типа, почему я фигней страдаю, вместо того, чтобы что-то полезное делать. 20. Я считаю, что я делаю все правильно. Просто я, в принципе, могу понять, почему в комментариях иногда вот такое вот идет. Типа, вот ты делаешь это неправильно. Потому что каждый видит свою фабрику под своим углом. И развитие этой фабрики точно так же видит под своим углом. Равно как я вижу это все развитие под своим углом. И вот такое получается, что люди почему-то иногда не согласны с тем, как у меня развитие идет. А я его делаю так, как делаю. И в целом-то оно ни от какого-другого не отличается. Может быть, слегка кажется каким-то сумбурным. Хотя для меня это, в принципе, вполне нормально. Ну, собственно, вот об этом я хотел немножко высказаться. Так, где у меня... А, блоки у меня здесь есть. Еще, может быть, комбинаторы понадобятся. Так, котейка, давай мы тебя расставим. На боты работайте. Так что, прошу понять и простить, и не бомбить на этот счет. Потому что тут все надо разом делать. Задач много, а я один. К сожалению, все это за раз не располовинить. Чтобы сделать вот это все очень сильно логичным, нужно писать сценарий. И делать абсолютно по сценарию. Причем иногда будет получаться такая ситуация, что я записываю серию, где-то накосячил, мне придется делать откат и перезаписывать серию. У меня же в этом сезоне подход такой, что я ничего перезаписывать не буду. Я записываю как есть. Со всеми косяками. Какими бы они ужасными, о боги, не были. И то, что туда-сюда бегаю, оно так и останется. Ничего-то не поменяется. Если, в целом, если кто-кто не любит вот такой подход, ну, я не знаю, о чем посоветовать. Вы просто, если вам это не нравится, просто в конечном итоге перестанете это смотреть и все. Я-то в любом случае сезон буду продолжать. Потому что мне-то, что, мне его надо снимать. Поэтому просьба, опять же ответная, отнестись к этому слегка более лояльно. А то получается как-то какие-то однобокие претензии. Претензии идут, а каких-то вот конкретных решений не предлагается, как эту проблему. Вот в данном случае реши, чтобы не делать монтаж, и перед на серии продолжили выходить ежедневно. Что ж, у нас практически все готово для того, чтобы достроить нашего котика. Сейчас лампочки доделываются, и мы его немножко подключим. Так, я пока что, наверное... Давайте-ка здесь вот так вот сделаем. Столбы, конечно, придется накидать. Блин. Чуть-чуть тут некрасиво, да, у нас получается? Ладно, давайте тебя сюда, тебя сюда. Стались лампочки. Вопрос, сколько у меня в целом раз 100... 150 подземных и где-то 30 сплиттеров. А мне здесь потребуется... Так, ты ж, мне здесь потребуется... Я думаю, мне хватит. Здесь еще, правда, останется определенное количество столбов поставить, но я думаю, сейчас мы это запустим. Плюс мне сейчас потребуется подключить станцию ЛТН-скуд. И пока... Так, что-то не хватает. Пока докрафчивается я, да. О чем вначале я хотел сказать. Сейчас закажу еще. Мне в любом случае время вот этого нужно ждать, пока он докрафтится, плюс мысли сформулировать. Плюс что-то там придумать, подумать. Так что мера вынужденная. Поэтому, чтобы эфир просто не делать таким вот стоящим на месте, потому что монтажа-то никакого нет. Это знаете, как получается? Самое унылое искусство для оператора, это снимать действия, происходящие в театре. То есть, ты просто один план держишь в течение четырех часов, покажешь спектакль, там пару антрактов, и все. И вот здесь в играх то же самое. Блин, это очень-очень уныло и скучно будет смотреть, если постоянно один тот же план показывать. Ну, это просто реально скучно смотреть будет. Оно может быть эффективно, но чем эффективнее вся эта эффективность, тем скучнее смотреть видео. Здравствуйте, котики. Можно объявить конкурс, как назвать котиков. Одного и второго. Надо, конечно, его будет немножко в другой цвет, в другое состояние привести. Так вот, о чем я там начал говорить. Давайте закажем крафт сначала. Ну, я сейчас закажу. Мне еще придется печки ставить. Печки, большой бак. Так, два склада заранее. И, возможно, нужно заказать... Блин, я, наверное, слишком много конвейеров взял. Возможно, мне еще манипуляторы потребуются. Может быть, даже флиртующие. 20, давайте-ка я вот так вот закажу. Все, ленты сейчас скину и будем обозначение делать. Потому что обозначение это важно. Учитывая то, что по задаче у меня здесь пойдут дальше цех на железо, на железной балке медь подключить, которая у нас на моле, о боге, мешает. Она не мешает, я ее оттуда уберу. Цех на медь, цех на кварц, кремния. Это, в принципе, справа здесь получается. Вот мышкой показываю. Так что туда сейчас нужно тоже будет дорогу расставить. Для всего для этого... Вот сейчас мне как раз-таки эти наноботы в количестве 100-500 потребуются. Зачем до этого их таскать? Мне совершенно непонятно. Так, здесь мне нужно лишний кусок вот этот убрать. Хотя, 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 хотя... Нет, это надо позабирать отсюда. Отсюда. Для того, чтобы мне скрафтить столбы. Которые не столбы, а опоры. Возможно, еще потребуются медные кабеля. Это я пока еще не знаю. Да, все-таки нужно скинуть лишние ленты. Лишние ленты... Лишние ленты скинем сюда. У нас, кстати, скоро технология исследуется. Это очень хорошо. Отбиваться проще будет этот кусак. Опять же, двойные стены нахрена не нужны? Я не знаю, откуда вот эта мания пошла. Поставь двойные стены, поставь тройные стены, поставь забор, поставь мега оборону. Для того, чтобы ее разобрать, кто эту движуху толкает в факторию. Мне пока непонятно. Здесь угрозы нет. Какой смысл их ставить? Это бесполезно вообще занятие. Понимаете, тут настройки, они ведь не какое-то выживание в мире смерти стоит. Если бы там настройки были выживач какой-то, тогда бы да, было бы одно. А так получается, поставь в обычной катке, ну подумаешь, боб о ними стоит. Ну, жуки усиленные пойдут после 0.6, 0.7 эволюции. Там уже серьезная угроза пойдет. На этом времени прокачаю урон. И можно будет оборону усиливать. Так, здесь железные пластины. Здесь будут железные балки. Здесь будет... Так, что мне здесь потребуется? Блин, как тут оно выглядит. Здесь, в принципе, все нормально. Тут идет прямо в сетку. А здесь у нас будет цех под... Ну, давайте здесь, наверное, медь будет какая-нибудь. Подтвердить. Далее, по списку, ресурс пойдет здесь, сюда. Возможно, тут сцепку надо будет какую-то сделать. Но для начала нужно это поставить. Хотя можно разметить. Ладно, уболтали. Кварц, кремний, сталь. Так, кварц у нас... Где у нас кварц? Кто-то видит кварц. Ладно. Я просто фигз на, как он выглядит. Вот. Кремний. Так, кварц. Здесь где-то пойдет кремний. Вот. И где-то здесь я, наверное, уже буду делать сталь. Сталь, в принципе, я сразу буду компоненты делать. И из компонентов саму сталь гнать. Поэтому я просто ставлю сталь. Возможно, я это переделаю немножко позже. Стальная плита. Так, шесть ресурсов. И еще один ресурс мне нужен. Точнее, еще одно производство мне нужно. Где будет делаться у меня... Так, где у меня будут делаться зеленые микросхемы. Они, наверное, будут где-то, может быть, вот в этом месте производиться. Я предварительно, опять же, здесь поставлю. Все. И вот эти все материалы будут свозиться вот сюда. Вот по L-10 сети на запрос. И молот этот будет делать все остальное для производства... Ну, для выхода в дроны, грубо говоря, транспорта. Потому что мне это важно будет сделать поскорее. Так. Что-то я тут заболтался. Надо было столбов заказать. Так. Я болезненно начинаю относиться к этим комментариям. Сейчас будет тупняк. Я сейчас буду стоять, ждать, считать, пока я там чего-то не насобираю. Ну, мне кажется, это очень сильно оскуднит контент. И так постепенно, все сезоны у всех лицплееров перестают постепенно смотреть. А если ничего не показывать или стоять на одном месте, мне кажется, это смотреть еще хуже будет. Так что какой смысл? На одних котиках, конечно, далеко не уедешь. Но, чтобы схему делать, инфраструктуру тоже надо кому-то готовить. Кому? Так, по поводу... Блин, я забыл, наверное, еще станцию поставить. Ладно. Сейчас для начала установлю. Доустанавливаю, точнее, мол. Посмотрим, что там не хватает. Дальше нужно будет поставить дорогу железную, которая направо пойдет. И подготовить места под следующие... Так, под следующие вот эти вот цеха все. Цеха, в принципе, рассчитываются в целом элементарно. Я, опять же, сейчас буду полностью базовые какие-то цеха делать. Ну, то есть, каких-то мега рейтов я делать не буду. Оно будет все сбалансированное, я надеюсь. По крайней мере, по рейтам такой план был. Но, чтобы там маяки какие-то учитывать туда, нафига оно надо? Проще снести, потом поставить новый. Потому что весь ресурс, по сути, в бачках останется. Поэтому апгрейд, вот этот вот, он вполне себе позволяет это сделать. На мой взгляд, опять же. Я не знаю, как каждый может по-другому считает, конечно. Потому что у каждого ведь свое видение. Вот он станция здесь уже есть. Замбилорд. Я после следующей серии, вот сейчас, патреон у нас... Нет, сколько еще? Пару дней обновится. Я уже название выдам от патреона. Отлично. Готовы у нас были припасы. Ну что, можно пока за оборону временно особо сильно не переживать. Конечно, плевать, они будут дальше, чем... Ну, они будут выносить потихонечку стены. Но что-нибудь придумаем на этот счет. Сейчас, значит, я бы хотел сфокусироваться на том, чтобы выйти именно в транспортных дронов. Если у меня, конечно, будет возможность легкая все это сделать. Так, вообще, нужно посмотреть. Строительная. Мне нужна не строительная, мне нужна... Так, робототехника. Слушайте, у нас ведь логистическая робототехника. Вот эти ребята мне нужны. Чтобы построить этих ребят, начать массово их делать. Опять же, потребуется в любом случае мне нефтянка, поэтому... Поэтому нефтянку и все сопутствующее можно в целом развивать. То есть поставить... Так, батарейки, робототехника. Хорошо, сначала в очередь поставлю батареи. Может быть, какие-нибудь модули там понадобятся в будущем. В принципе, можно было бы пол еще какой-нибудь сделать. Вообще, в целом, практически все здесь можно доделать. Потому что у меня все равно тупо сейчас синих банок нет. Ладно, давай, по мелочи вот это все поставлю. Аккумулятор. Чтобы тут особо не упарываться на этот счет. Это тоже пригодится огнемет какие-нибудь делать. Все, пока подождем. Оно все равно сейчас достаточно быстро откроется. Мол, собственно, готов, да, у нас практически. Так, остается мне сделать станцию запроса. Станция запроса у меня... Так, станция запроса у меня была здесь. Так, реквестор. Опять же, блюпринты подготовлю, наверное, когда пакетники будут. Ну, чертежи нормально, потому что мне вот такие не хочется выкладывать. Но еще подумаю, наверное. Так, станцию запроса. Запрос здесь будет у нас... Так, не знаю, сколько здесь выставить. Но давайте, наверное... Опять же, в принципе, железа, наверное, много будет идти. Железо можно 8 тысяч поставить. Медных пластин... Может быть, поменьше чуть-чуть. Четыре тысячи. Что там еще потребуется? Балки. Ладно, все остальное можно будет добавить. Сейчас надо будет включить, тогда станцию. И подключить в сеть. Вот это все хозяйство. И сюда. Ну, в целом, пока что вот так оставим. Да, раз у нас тут заказ идет на медные плиты, надо медные плиты сейчас добавить в сеть, которая у меня на базе на основной есть. Потому что здесь они производятся. Но сюда бы их надо накидать, чтобы у нас комплексные-то запросы шли. Сюда же нужно накидать балки будет, чтобы пока что отсюда все возилось. И сюда же... И сюда же я накину зеленые микросхемы временно вот отсюда, чтобы просто мол наш начал работать. Что там еще потребуется у нас? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас я, мол, в принципе, в целом подключу. Хоть как-то. Отсюда нужно сделать выход. Во-первых, погрузчик. Во-вторых, погрузчик нужно будет разделить сплитером напополам. И пустить обычными желтыми лентами вот на эти два конвейера. Значит, вот это хозяйство отсюда убираем. А здесь ленту я протяну. Так, тут у нас этого нет. Вот каким-то таким образом прямо вот отсюда. Сюда. И сюда. Я надеюсь, здесь ничего перенастраивать не надо будет. Если где-то что-то вдруг мод Crosstorio меняет по производству, я, конечно, это перенастрою. Шестерни из зеленой железной пластины. Так, тут железо идет. Тут шестерни. Тут зеленая схема пойдет сюда, сюда, сюда. Да, здесь вроде все нормально. Возможно, что-то здесь где-то и потерялось. Но не суть. Я думаю, совсем проблем с этого быть не должно. И писали мне в комментариях, и я, в принципе, смотрел в настройках мода, если посмотреть, в LTE. Так, тут есть вот такой параметр. Он называется Stop Timeout. То есть продолжительность в секундах до того, как поезд как бы форсировано уедет с остановки. Я, наверное, это сейчас поставлю в 0, потому что мне скорости разгрузки может просто тупо не хватить. Потому что 0 деактивирует. Видите, в настройках дефолт 120, 120 секунд. То есть за 2 минуты, если поезд не разгрузится, он с грузом каким-то отсюда уедет. Поэтому я это деактивирую, чтобы поезд гарантированно полностью смог разгрузиться. Я думаю, это мне вещь вполне пригодится. Так, ну а тут выгрузку сделаем и фильтр поставим железные. Так, железные пластины. Железные пластины. Дальше красный сплиттер. И поехали. Так, одно мы доставили. Осталась медь на 4000. Медь можно так-то в целом, наверное, тоже сразу завести сюда. Медь у нас пойдет с этой стороны. Для меди у нас достаточно желтого погрузчика. Обычного. Так, сейчас мы скрафтим его. В целом, вот это хозяйство отсюда убираем. Так. И каким-то таким образом. Здесь нужно вначале вот так вот ставить и настроить фильтр. Потому что если этого не сделать, железо засрет ленту лишний раз. А мне этого совершенно не нужно. И нужно продуть. Ну, точнее, продуть. Про деформацию от работы. Когда работаешь с трубами. Особенно, где всякий всякий пар присутствует. И все такое. Конденсат продувают обычно, чтобы гидроударов не было. Так, здесь я вот думаю, имеет ли смысл мне защищать... Так, тут у нас красный, да? Имеет ли смысл, мол, прикрывать турелями? Или смысла нет? Я думаю, что смысла нет пока что. Да, ресурсов пока что тут не хватает. Ну, сейчас поезд достаточно часто сюда будет ездить. Меня особо вот это вот не напрягает. То, что поезда ездят, где-то тут разворачиваются. Я сейчас, мол, доделаю и начну собирать железную дорогу. Сейчас хотя бы просто запустить его. Фишка вся в том, что пока я буду железную дорогу собирать, мол, у меня успеет ресурсов накрафтить. Накрафт. И так как я играю один, а без какой-то команды, мне приходится задачи эти распараллеливать и делать параллельно несколько штук. Делать шаг за шагом каждую задачу я не считаю целесообразным. Может быть, я с вашей точки зрения не прав, конечно. Но об этом я уже в начале ролика сказал. Что большая просьба отнестись к этому с неким, может быть, пониманием. Так, мне нужно еще будет блоки сейчас вывести. Вот эти вот. Сюда. Потому что они тоже тут нужны будут. И в целом у меня стартовая база практически все может уже производить. И начну потихоньку тогда уже на эти модули выходить. Еще нужно будет поставить в мол производство печек и поставить еще, наверное, некоторые предметы, которые я там хотел видеть. Но для начала все-таки медные пластины. Так, медные пластины пойдут у нас... Я думаю, что можно вот здесь их направить. Вот таким образом. Тут мне потребуется подземный. Подземные сейчас, в принципе, должны уже потихонечку начать накрафтиваться. Накрафчиваться. Почихонечку, короче, крафтиться. Так, медь поехала сюда. Здесь, опять же, мне нужно сделать ограничения. Так, и мне потребуется... Да, манипуляторы кончились. Манипуляторы на моле должны скоро начать делаться. В принципе, меня это устраивает. Ну, манипуляторы я сейчас отсюда подворую. Все равно здесь все это простаивает. Какая мне разница? Аккумулятор, кстати, практически готов. Это хорошо. Что аккумулятор практически готов. Возможно, эта серия чуть-чуть подольше будет. Не знаю, может быть, около часа. Посмотрим. Я все-таки хочу, мол, доделать по-человечески. Окей, готова у нас технология. Это good. Так, здесь ограничения. Зеленым кабелем и сюда. Ограничения скопирую. Затем зато лишь разницей, что поменяем на вот это вот. А здесь нужно ограничить. Не меньше двух тысяч, а я бы все-таки, наверное, поставил... Давайте четыре сделаем. И я что-то забыл, что у меня здесь было в этом комбинаторе. На четыре тысячи, да? Тут проблема в том, что трешелт выставлен четыре тысячи. И запрос на медную... На медную пластину тоже четыре тысячи идет. Это не очень корректно. Надо тогда запрос на медь тоже будет поднять, наверное, до восьми, чтобы проблем не возникало. А тут, в принципе, две тысячи хватит. Я думаю, что расход меди не такой конский будет, как мог бы быть. А здесь давайте я сразу... Считайте, что я пошел железную дорогу расставлять. А то опять скажете, что я в пустую бегаю. Ой, ужас. 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 Ну, блин, я что могу поделать, что персонаж медленно ходит. Ну, вот как. Так, тут у нас идет железная балка. Она у меня, кстати, здесь вообще не используется, по сути. Железная балка. Каменные блоки. Хорошо, давайте для начала трешелт поменяем на восемь тысяч. Ну, пускай некий запас будет. Если что, я потом все это отсюда увезу. Другой L10 сетью. Оно тут не критично. Так, тут у нас пойдут блоки. Блоки, блоки, кирпичи. Где ни на... Вот. Тут у нас пойдут каменные блоки. Сейчас их тоже в сеть заведу. И тут у нас пойдут зеленые схемы. Так, зеленые схемы. А до красных схем мне, конечно, еще далековато. Слегка. Вообще, L10 классная штука. Очень сильно упрощает логистику и управление фабрикой. Так, балки... Балки... Камни я пока, наверное, сюда направлять не буду. Так, по манипуляторам у меня... Ну, манипуляторы не делаются по той простой причине, что у меня еще пока сюда не подводится... Ну, да, вот. Зеленые схемы. Можно, конечно, вот так накинуть. Зеленые схемы я сейчас заберу. И здесь тогда нужно добавить... Раз я сюда накинул блоки... Так, раз я сюда накинул блоки, тогда нужно... Блин, а блоки-то очень долго, наверное, да, у меня будут накрафчиваться в печках. Блин, давайте сделаем тогда вот так вот. Я треш-шолды опущу... Точнее, запрос до минус четырех, треш-шолд выставлю в две. Очень... Вот одна, один недостаток есть, когда, допустим, у вас ресурсов нужно разное количество, треш-шолды выставляются общие под все ресурсы. Видите, а если стаки у вас еще отличаются, потому что бочки, например, в стаке десять имеют, а всякие вот эти расходники, они стакаются по сто, по двести. Это тоже может вызывать некоторые сложности и проблемы. Так, микросхемы и блоки. блоков мне потребуется... Блин, четыре тысячи, наверное, многовато будет. Просто по четыре тысячи придется тогда увеличивать наверняка вот это производство, чтобы плавилось, оно активнее. Ладно, с блоками разберемся. Можно даже не четыре тысячи сделать, давайте вот так вот сделаем, чтобы слегка поменьше нагрузка была. Ну, а зеленые микросхемы можно на четырех тысячах ставить, вполне себе. Этого, в принципе, будет хватать. Итак, у нас сюда должно приехать до четырех тысяч одного второго, две пятьсот и зеленых схем. Ограничение на скорость простое от поезда я снял. Главное, потом не накосячить, потому что если накосячишь, все-таки проблемы могут возникнуть. Что придется дебажить селтен-сеть, такое бывает иногда. Сейчас можно будет в целом тогда разместить вот здесь сверху блюпринт, напролет на еще один железнодорожный и доделать все эти пролеты, пока Мол у нас все это дело собирает. Отсюда, значит, нужно мне вывести зеленые схемы с этой ленты и направить ее в наш ящик. Сделаем это достаточно непринужденно легко. Так-с. И сюда. Не столбы, а опоры нужно переставить. Тут надо тоже будет ограничитель поставить. Вот такой же, человеческий. Опять же, на зеленый кабель кабелей сейчас нужно будет скрафтить. 5, 10, 15, 20. Кстати, может быть, имеет смысл сделать так, что не весь Мол продлевать, а часть Мола вырезать и доставить его сюда. Он же ведь одинаковый идет. То есть взять ванильный кусок Мола вырезать, чтобы его не переделать. В тех местах, где крафт не поменялся, например, например, провода, комбинаторы, вот это вот дело. Я, скорее всего, так и сделаю. Сейчас, в принципе, это все накрафтится здесь, и это все будет гораздо проще разворачивать. Так, тут мы делаем следующее. Меняем зеленые схемы. Так, не понял. Понял. Вот видите, столб убрал. Сейчас бы оно тут неделю грузило. Сколько тут поставлено? А, трешел снабжения больше тысячи. Все нормально, значит. Да, вроде как ошибки никакой нет. Блин. Ладно, придется вот так вот сделать, чтобы все-таки железные пластины распределялись и сюда, и сюда. Потому что сейчас достаточно много на Мол уедет железный пластин. Вот этого товарища надо переделать. Все круто, но... Хорошо, вроде с этим разобрались. Сейчас тогда можно потихоньку, может быть, доделать железную дорогу. Ну, это сейчас нужно подумать будет. Вот что я забыл. Я забыл блоки каменные подать в ящик наш. А то медь, пластины, пластины меди, пластины железа и зеленая схема подаются. А вот каменные блоки нифига не подаются. Поэтому сейчас нужно будет их туда направить. Но направить нужно так, чтобы лента шла каким-то противоходом. Наверное, вот здесь вот. Таким образом ее направлю. Чтобы у нас тут преемственность сохранялась наша. Всех наших шин-то одинаковых. То есть 4 и 2 пустых. Опять 4 ленты идет. Поэтому я думаю, это будет нормально. Кто-то может опять меня обвинить в макаронинге в излишнем. Ну, блин. Вообще, мне тут идею предложили. Снять сезон, который называется Макаронный лорд. Я думаю, наверное, такой сезон нормально зайдет. Возможно, когда-то я его сниму. Ну, сборку немножко другую взять. Ну, и суть челленджа сделать. Типа того, что недавно в Дискорде у меня скидывали. Что чел один собрал фабрику без перестановки. Вообще, вот как ставил, так все и делал. То есть он не использовал дронов. И не использовал... И не делал перестановку всех объектов. Это такая нормальная тема, при этом можно так нам окаронить. Адский. Думаю, был бы неплохой челлендж. Вот, но это все. Единственное, что не только лишь все смогут это понять. Так, ну, да ладно. Давайте сюда. Окей, еще один ресурс сейчас будет у нас заведен. Так. Делаем примерно следующее. И сюда традиционно нужно накинуть зеленый кабель. Копировать и блоки. Блоки у нас сюда идут. Да, все начало потихоньку накапливаться. Железные дороги, в принципе, у меня некоторое количество есть. Можно начинать потихоньку расставлять. Я надеюсь, никто против не будет. Здесь надо, правда, немножко будет сейчас обновить вот это все. Взять блюпринт. Так, блюпринт, блюпринт. Вот ты где. Так, как тебе тут ровно-то поставить? Вот. Все, сейчас можно чудесным образом наблюдать, пока на набор все это расставляет. Потому что тут, по идее, пояс начал уже... Все, что мне требуется, перевозить. Да, здесь, правда, манипуляторы выгружают пока что медь. Но они выгрузят все это в любом случае. Хотя мне бы, конечно, хотелось, чтобы пояс-то вначале бы привез зеленые микросхемы. Но не суть. Здесь нужно просто подождать. В итоге оно все будет готово. А тут в чем проблема у вас? Почему-то наноботы иногда тормозят. Они вот не сразу расставляют. Некоторое время проходит, пока они там одуплятся. Надо им что-то ставить, не надо. Мне еще бы столбы нужны большие. Надо, наверное, заказать. Пускай в кармане крафтится. Все равно пока оно здесь все-таки доделается. Так, а тут можно пока это не строить точно так же. Столбецкий. Тебя я давай выберу. Все эти деревянные столбы я когда-то, наверное, выпилю все-таки. Потому что они мне исключительно мешать будут. Совершенно они тут не нужны мне. Так, и сейчас надо подняться вверх и сделать разметку для перегона, который у меня сейчас направо пойдет. И здесь нужно будет еще поезда заказать. Потому что я боюсь, что мне поездов вот этих может не хватать. На все про все, потому что сейчас поезд один будет постоянно на мол катать. Еще один поезд катает сюда, за рудой. Так, кто-то еще куда-то там катает, не знаю. Хотя здесь вроде как целая куча уже накрафтилась. Ладно, это сойдет. Еще вот в комментариях мне почему-то пишут, почему у тебя такой некрасивый цех. Давайте там покажу красивый. Да блин, по той простой причине, что этот цех... В чем он плох-то вообще, я не понимаю. Да нормальный пролет. Его хватает, он по рейтам посчитан. Не знаю, мне кажется, вполне себе. Вполне себе вариант. На вкус да цвет. Фломастеры разные. Можно по-другому раскидать. Кто ж спорит. Так, а здесь мне нужно поставить блюпринт. Потемки, правда, ничего не видно. Так, поставим блюпринт. Блюпринт. Надеюсь, так должно быть. Да, вроде все верно. Еще в комментах мысли была такая, что мол, здесь деревья могли бы потребоваться на материю. Ну, не знаю, можно в принципе и нано-ботами деревья выпиливать. Мне так-то они тут особо не мешают. Потому что нано-боты сейчас, они в любом случае это все будут выпиливать и расставлять мне. Но, насколько, как бы, интересен, вот это все смотреть будет интересно. Без перемоток, без ускорений, я абсолютно даже не знаю. Такие вещи, на мой взгляд, следовало бы делать, конечно, каким-то таймлапсом или ускорением каким-то, не знаю. Что-то типа того. О, в общем, перемотка ускоренной. Но, блин, приходится так делать, как есть. Что ж поделаешь. Сколько, кстати, да, 21 столб у меня. 138 проходных, 150, 400 рельс. Я надеюсь, хватит мне ресурса здесь все туда делать. Так, вот эти горы нужно уничтожить. Сейчас, в принципе, надо посмотреть по разметке, где у меня сюда влезут... Где у меня сюда влезут вот точно такие же фиговины. Ну, вот эти вот въезды. И эти тоже нужно, кстати, здесь установить, чтобы сразу понимать, где они должны быть. Я тогда там смог бы, наверное, блипринты чертежей каких-то кинуть. Так, что у нас тут с поездом? Да, поезд везет ко мне. А, ну я понимаю, что он зеленой схемы не везет, потому что трешелл тысячу поставлен. Как только будет тысяча зеленых схем, он, в принципе, начнет зеленые схемы в том числе вывозить. Так что нормально все. Пускай пока возит, пускай наш мол наполняется. Да, вот нано-бота не умеют скалы сносить. Приходится вручную их убивать. Здесь я вижу, какая-то дырка получилась. Ну да, не достроили почему-то. Придется, наверное, иногда в режиме карты это все просматривать. По крайней мере, пока дронов нормальных нет. Да, вот здесь проблемка вышла. Надо, наверное, этот блюпринт сюда вынести, на панель. Это неудобно. В общем, заново наошлепнуть. Хлоп. Так, с тебя сюда. Тут продлеваем. Не знаю я, насколько точно я здесь попал по распределению. Если что, придется, наверное, немножко переместить эти блоки. Так, вас надо убить. Шуму, конечно, от этих взрывов, капец. Ну да ладно. Я думаю, это не самое страшное тут. Я надеюсь, сейчас все будут довольны, если я железную дорогу дострою. А то опять скажете, что я тут непоследовательно все это делаю. Не знаю, мне так это вот не совсем понятно. Ну, параллельно и параллельно идет строительство. Да какая разница? В конечном итоге это ни на что не влияет. Когда ты один все это делаешь. Потому что все равно все нужно построить. Так, здесь у меня... Здесь у меня идет... Блин, я еще к этим материалам вообще не привык. Это у нас кварц. Кварц и кремний. Надо посмотреть по фнею. Так, кыш. Посмотреть по фнею кварц и кремний. Просто из чего он делается. И что для него требуется? Так, крафт. Нужен только песок. То есть нужно здесь будет делать зацикленную схему. Из песка получаем камень. Возможно имеет смысл подвозить и камень и песок сюда. В определенных пропорциях. И делать схему комбинированную. Потому что мне камень, возможно, девать даже некуда будет когда-то. Но не факт. Пока что можно сделать из песка. Потом, если что, добавить запрос на камень. И немножко увеличить цех. Хорошо, с кварцем мы разобрались. То есть станцию можно ставить на два вагона. А кремний... А кремний просто из кварца делается. Кварц, насколько я помню, используется в нескольких схемах. Поэтому я отдельную схему на него решил поставить. Ну да, кварц идет на синие пакеты. Поэтому кварц нужно делать отдельно. Отдельным блоком. Ну еще на лазерной турели. Соответственно, кварц будет стоять здесь. И с кремнем то же самое. Так, а со сталью? А со сталью у нас... Так, вернись. Сталь требует компоненты для стали. То есть, по сути, мне нужно подвозить компоненты для стали. Уголь, железная руда и кремний. Хотя это тоже все можно на двухвагонную станцию разворачивать. Тогда берем следующее. Так, штука-то где? Блюпринт сюда поставлю. Одна пойдет вот в это место. Вторая пойдет вот в это место. Ну и третья пойдет, соответственно, сюда. Все, сейчас можно это установить. И сама схема на кварц вот здесь будет находиться. Если что, я отсыпкой немножко завалю. Отсыпку, в принципе, можно будет... Так, сетка кыш. Отсыпку, в принципе, можно будет где-то дополнительно расставить, я думаю. Так, эта серия у нас лесная получается. Среди деревьев. У меня, кстати, железная дорога практически закончилась. Надо будет сейчас сходить забрать. И у меня нет станций ЛТНовских. Давайте-ка закажу. Зеленую схему забыл взять. Сейчас, блин, они будут сами по себе крафтиться. Это не есть хорошо, надо отменить. Все круто, но отменяйте. Значит, следующее. Мне нужно пополнить запасы, опять же, чтобы можно было в кармане благоприятно все крафтить. Так, пять таких станций. Следующее. Мне нужно пополнить запасы меди. Железных пластин у меня хватает. Запасы меди... Да, с меди здесь все плохо, конечно. Ладно. Плохого ничего не бывает. Просто немножко просело производство. Ну, тут... Давайте я сделаю следующее. Я на синий манипулятор заменю просто, чтобы быстрее крафтилось. Хотя толку мало, нужно увеличить производство медной руды. Я пока обогащение не делаю. Думаю, сделаю это чуть позже. Меди тут не настолько много, чтобы прямо заморачиваться этим обогащением. А вот, в принципе, бурилки, я думаю, добавить можно. Раз, два. Сколько там у меня получится? Ну, сейчас вот здесь пособираем тогда. Три, четыре. Остальные все стоят. Четыре. И еще, наверное, две нужно. Пять, шесть. Вот так вот. Шесть буров я сейчас добавлю, плюс переставлю те, что на меди уже были. Я думаю, с производством меди у нас попроще все станет. Так, и еще мне интересно насчет загрязнений узнать. Блин. На, тут уже становится опасно. Скоро, возможно, здесь как раз-таки придется уплотнить стенку. Так, а тут делаем... Здесь все просто. Тут в целом в этой игре все просто, ничего сложного нет. Сказал, я и собрал какую-то большую схему, да, логическую. Как обычно. Адском устройстве. Блин, может быть, еще надо было немножко больше поставить буров. У нас две котейки уже, ура. Чем больше котей, тем лучше. Котейки ведь не такие. Так. Вообще, если человек не любит котеек... Не знаю, мне кажется, грустно таким людям живется. Котейки же это антидепрессант очень сильный. Вот стрессуйте постоянно по всякой фигне. Из-за работы... Блин, бурта поставился. Из-за работы и из-за прочего. Взяли котейку, помацали. И сразу-то хорошо становится на душе. Так, здесь добавим сюда. Все, ладно. С медной рудой вроде немножко разобрались. Нужно сейчас посмотреть, что там по моллу у меня стало. И, возможно, откорректировать некоторые вещи. Да, привезли все, кроме... Кроме зеленых микросхем. Ну вот как. Но, благо... Здесь уже практически наделалось всякого. 100, 100. Так, подземных 100. Здесь не хватает микросхем. Что у нас с микросхемами? О, наконец-то микросхемы начали грузиться. Тысяча загрузилась. Сейчас она продолжает догружать всякое разное. А запрос у нас... 1300 и 1100. Ну, это хорошо. 1300, 1100. В принципе, все, что было там по зеленым микросхемам, то в запросы улетело. Что ж, можно нас поздравить. У нас сейчас будет работать начальная стадия молла. Следующий апгрейд молла и перестановка вот этих блоков кусков я чуть позже сделаю. Так, обязательно мне нужно поставить там автомат, который будет клепать автомат сборочный. Потому что руками все это собирать мне, ну, совершенно не улыбается. Так, а мне нужно забрать... Забрать мне нужно вот это хозяйство. 6, 7. Ну, я думаю, хватит. Но в целом, светофоров так-то хватает. У меня тут какие-то лишние камни скопились. Лишнее дерево, которое нужно выкинуть. Так, и мне нужны нанобот. Наноботов у меня... Хотя наноботов так-то хватает, конечно. Но я возьму еще один стак. Дабы не было упреков в том, что я с собой мало наноботов таскаю. Так, ед сюда. Ед сюда. И надо деревяшки скинуть, из которых мы потом сделаем материю. Раз был запрос на материю из дерева, хорошо, будем делать. Так, это все выкидываем. Печка, наверное, мне тоже не нужна. Пока что это такой мусорный ящик. С этим мусорным ящиком, наверное, что-то мы потом сделаем. Что-нибудь. Расстреляем, например. Да не, шутка, конечно. Кстати, шестеренки мне бы тоже не помешали. Даже можно два стака взять. Желтые манипуляторы. Желтые у меня есть. Ну вот, медной руды сейчас должно побольше пойти. В принципе, даже практически... Да, один фиг, ничего не поменялось. Ладно, я надеюсь, через несколько серий получится мне сделать завод по обогащению медной руды. И медной руды станет чуть больше. Потому что конкретно сейчас я этим заниматься совершенно не хочу. Я хочу доделать мол и, может быть, немножко заапгрейдить даже его. Не знаю, посмотрим. Сейчас я для начала расставлю вот эти въезды для наших будущих цехов. Так, поезд. Не надо к мне давить. Ну вот, а вы боялись. Рельсы, где они будут идти и куда я их перенесу? Надо будет подумать. Да, рельсы надо по-любому здесь крафтить. И схема рельс немножко у нас поменяется. Манипуляторы эти поехали. Так, синие поехали. Пакетники я пока делать не могу. Они требуют схему. Так, и по поводу вас. Железная плита. Тебе нужна железная плита? Ладно. С железной плитой мы тогда вот такой фикс сделаем. Прямо с ленты я буду забирать. Но вот эти мелкие правки в любом случае мне приходится делать. Возможно, кстати, погрузка. Железо было с этой стороны. Я просто обрезал неудачно. Сказать не берусь. Потому что пока непонятно. И тут железная балка у нас идет. Сундук запроса. Железная балка. Железную балку нужно будет подать. Хорошо, я понял. Насчет железных балок. Тут туда придется фикс сделать. И направить железные балки сюда. Что ж, давайте тут доустанавливаем. Все, что мне тут осталось. Так, это надо снести. Шум, конечно, от этих гранат капец. Так, с тебя сюда. Блин, нет, здесь не очень хорошо будет. Ну, вот так оставлю. ЛТН-станция у меня еще пока в наличии. Очень долго нано-ботами расставлять вот это все. Надо прокачанных дронов. Прокачанными дронами вообще милое дело. Хотя еще лучше, наверное, какой-нибудь строительный поезд было бы. Но тут, к сожалению, ангеловские моды. Не знаю, мне кажется, может быть проблема с этим. Совсем. Так бы оно мне совершенно здесь не помешало. Потому что это, на мой взгляд, очень круто. Когда можно строительные поезда и все прочее сделать. Так, это давайте мы тут разбомбим. Ладно, эту прочую зачистку можно будет чуть позже сделать. Надо сначала вот эти въезды поменять, чтобы я их в следующей серии уже мог начать потихонечку расставлять. Хотя, может быть, я буду еще и молом дальше заниматься, надо подумать. Я пока еще не до конца уверен, что я точно буду делать. Либо вот эти блоки, либо мол. Потому что мне и то, и другое нужно. Где у нас огнеметные турели? Огнеметные, наверное, мне потребуется какая-то продвинутая наука, да? А, нет, слушайте. Давай-ка это по-человечески-то изучим. Сюда. Огнеметные турели вообще тема нормальная. Тут особенно я боюсь, что орды будут набегать. Возможно, огнеметы очень сильно мне в этом плане помогут. В обычном... В обычной сборке бобовской, когда играешь, там в наличии есть снайперские турели. И вот эти снайперские турели, они очень-очень сильно помогают отстреливаться от врага. Потому что с расстояния недостижимого для противника у тебя просто этот самый противник выпиливается. Это очень-очень круто. Но, с другой стороны, это вносит некоторый, может быть, дисбаланс. Не знаю, как правильно тут было бы обозвать. Наверное, все-таки, да. Наверное, все-таки дисбаланс. А что-то здесь у меня ЛТН-станция, да, не установлена. Одна. Давайте я вот так вот сделаю. Давай, игра, докрафчивай. Ну что, у нас практически готово один пролет. Это тоже останется достроить. А мол... Да, надо было, наверное, сразу направить все-таки эти балки, чтобы у меня ассемблеры начали крафтиться. Ждать, пока это все доделается, очень-очень долго. И я все-таки к концу вот этой серии прямо к сейчас окончательно убедился в том, что мне нужно брать мол текущий ванильный и делать ему обрезание. Вы понимаете, о чем я. Берем мол, например, да, вот этот. Еще раз повторю для тех, кто не понял. Я его поставлю отдельно где-то. Вырежу конкретный кусок в этом моле, который не конфликтует с модом Красторио. И по кускам вот этот мол дострою, чтобы мне весь его слишком много там не переделывать. Причем сделаю только основное и то, что мне требуется. Логику всякие, провода мелкие, вот это вот все, которое не конфликтует, либо которое очень легко фиксится. Иначе реально просто, не знаю, задолбаешься все это делать с нуля. А все остальные мелкие детали, я думаю, что однозначно повешу уже на мол, который будет на дронах. То есть он будет прямо здесь же, возможно, вместо этого. Либо ресурсов надо будет подкопить, либо что-то еще. Потому что на дронов выйти, в целом, не думаю, что проблема какая-то будет с этими дронами. Это, по сути, на нефтянку только построить. И как будет нефтянка, все, пожалуйста, стройте дронов. Что я, насколько помню, по рецепту смотрел, там вроде все окей с этим было в этом плане. Так, тут что у нас? Видите, утесы дурацкие. На, давайте я тебе, утесы, сразу разбомбим, чтобы не мешались. Тут еще забыл. Ну, ладно, здесь вроде все около дела. То есть можно считать, что у нас один пролет в целом уже готов. Следующий пролет будет тут, потом здесь еще один пролет. И у нас такая линия получится, которая всякую основную базу делает. Дальше я думал, наверное, сделать как? Сделать несколько таких линий. И не то, что с одной на другую переезд сделать, а... Не знаю, я какой-то квадратишь, практишь, гуд, делать не особо хочу. Мы подумаем еще, как лучше сделать. Либо какую-то здоровенную линию. Либо, может быть, сделаю большую линию, и на эту линию будут подъезжать небольшие участки из этих самых сетеблоков. То есть получится полностью комбинация, как бы, лайна железнодорожного и именно этих самых сетеблоков. Возможно, это в целом будет нормально работать. Я такой конфигурации еще не пробовал делать. Вот заодно и посмотрим. То есть у меня есть желание, конечно, что-то такое масштабное замутить. Вот именно с этим модом. Но вся эта масштабность, она ведь, когда начинают ракеты летать, становится уже тяжело ролики снимать. В этом большая проблема. Так, а тут что у меня накрафтилось? И что бы мне не помешало? Я думаю, что надо взять манипуляторов синих. Так. Мне бы еще не помешали... Может быть, вот эти все ребята? Да, с разделителями большая беда, конечно. Но это надо сразу все нахватить, чтобы оно было. Красные потребуются мне или нет? Скорее всего, да. Для апгрейдов, для каких-то. Так, желтых. Наверное, не особо мне тут надо. Следующие. Подземные. Эти обязательно красные мне нужны. Желтые у меня есть. Чтобы делать какие-то апгрейды. Так, а что у нас идет на вот этих вот, на погрузчиков? Манипуляторы, конвейеры и примитивные электросхемы. Я погрузчиков, наверное, в молл закидывать не буду, буду их руками крафтить. Потому что слишком геморройная разводка получается. Это мне нужно будет отсюда манипуляторы перекидывать куда-то вот сюда, и здесь крафтить погрузчики. Не, извините, но я на это тратить кучу времени совершенно не хочу. На проектирование вот этих дел. А тут надо, пожалуй, все-таки балки вот эти вот направить железные. Давайте-ка я вот так вот сделаю. Так, тебя сюда. И погрузчик. Ну реально, просто один фиг персонаж бегает. Некоторые вещи проще в кармане крафтить. Главное, чтобы все предметы для этого крафта в кармане были. Опять же, получается такая комбинаторика. Точнее, неправильно сказал. Получается комбинированный подход. Во! Комбинаторика, это уже у нас наука про комбинации. А тут у меня комбинированный подход в плане автоматизации и ручного крафта. Берем нечто среднее. По крайней мере, пока дрона не появится. Когда будут дрона, это все можно будет гораздо проще сделать. Дроны, конечно, очень сильно избавляют от этих логистических проблем. Так, тебя надо убрать. И здесь тогда сделаем заказ на балки. Балок здесь надо заказать... Ну сколько штук? Минус. В принципе, здесь тоже можно 2500 заказать. Много здесь не надо. Пишет, что нет станций, которые имеют наличие балки. Балки я сейчас подключу. Как говорил мой преподаватель по сопромату, рамы и балки. Задачи решаем на рамы и балки. Забавно. Видимо, преподаватель был троллем. Так, ну здесь вообще совершенно все просто. Вот тут так точно никаких проблем не будет. Это все подвести. Берется так, ставится сплиттер. И подключаем еще одного товарища. Ну и тут обязательно нужно зеленым кабелем. Делаем копию. Так. Балки. Все скрафтилось. Все, замечательно. Что ж, на этой положительной ноте, с подключенным мылом, серия буду заканчивать. Я надеюсь, на ряд вопросов, касаемо того, что в комментариях пишут, о непонимании моей логики, что я тут делаю, я постарался ответить. Задачи распараллеливаются, мол, будет собираться по частям. Потому что ванильный мол, он нам не подходит. Мы же все-таки инженеры и должны лепить из всякого разного то, что нам требуется. А не вот это вот все. Собирать с нуля это неправильный подход. Поэтому мы будем использовать всякие разные кусочки маленькие. И применять их на практике. Вот на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. В принципе, с критикой с вашей я полностью абсолютно согласен. Но некоторые вещи я принять, к сожалению, не могу. Так что, если вы видите что-то еще полезное, что можно было бы здесь поменять, пишите обязательно. Но большая просьба без какой-то грубости. Просто по делу. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...